Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Анна Клыга. Сегодня в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турнир памяти Бориса Войтика. Шесть хоккейных сборных краев встретились на льду в Уссурийске. Популяция тигров, сохранение лесов, увеличение объемов товаров от местных аграриев. Слушание краевого бюджета, где обсуждали темы сельского и лесного хозяйства, прошло при участии неравнодушных жителей города. Подробнее в сюжете Анастасии Михайловой. Уже третью тему народного бюджета обсудили с жителями Приморского края. Неравнодушные уссурийцы собрались вместе в администрации округа, чтобы участвовать в разговоре онлайн. На повестке дня два важных вопроса для региона – сельское и лесное хозяйство. Бюджет будет свершен, с учетом ваших предложений и замечаний, и будет внесен в законодательное собрание 1 ноября. Во время обсуждения не раз говорили о популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда, о сохранении кедрового и широколисного леса, а еще липы – основного приморского медоноса, который и дает возможность работать пасечникам. Задача сохранения лесов, задача сохранения корового вазы, а также рациональное изъятие этих лесов, направленное на лес и переработка – это такая сложная и такая многовекторная проблема, которую нам необходимо решить. Нарастить объемы производства и обеспечить жителей качественной продукции и местных производителей – вот к чему нужно стремиться, отметил глава региона. В том числе необходимо увеличить выработку мяса, молока, масла, сыра, высадку картофеля и сои. Мы вышли на производство свинины, мы вышли на производство мяса птицы, пока 13 тысяч тонн, но, скажем, есть перспективы увеличения. Это важная задача, которая позволяет обеспечить сбалансированное, скажем, потребление населения, продукцию собственного производства, решая в том числе задачи, которые мы поставили перед собой по созданию собственной сети таких товаропроизводителей во всех территориях Приморского края. Из Уссурийска прозвучал вопрос от компании Примагра. Представители предприятия беспокоят увеличение пошлин на экспорт сои и кукурузы. Стало труднее реализовать продукцию. Подскажите, пожалуйста, планируется ли предусмотреть в следующем году какие-либо новые поддержки для производителей сои и кукурузы на экспорт? От пошлины мы в будущем году не уйдем однозначно, но что сделало государство? Они часть средств, которые получают по пошлине, они определили, что будет распределять регионам для прироста объемов производства зерновой группы. И уже в этом году мы в конце года доведем до сельхозтоваропроизводителей 87 миллионов федеральных средств по этому направлению. В слушаниях приняли участие более 500 человек со всего Приморья. Напомним, в Уссурийске обсуждение проекта краевого бюджета проходит ежедневно с 15 до 19 часов в зале администрации округа. Задать свой вопрос представителям власти можно как очно по видеосвязи, так и в официальном паблике в Инстаграм. Анастасия Михайлова, Роман Адонин, Телемикс. Без звонков и очередей. Более трех тысяч сообщений от жителей края приняла платформа Госуслуги «Решаем вместе» за месяц. Приложение помогает легко задать вопрос краевым ведомствам и получить официальный ответ. Как сообщает в региональном министерстве цифрового развития и связи, обратиться к специалистам можно через специальный виджет на сайтах учреждений, а также через мобильное приложение Госуслуг. Больше всего людей волнуют вопросы о вакцинации от COVID-19, ремонте дорог, благоустройстве дворов, социальных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Срок рассмотрения заявки обычно занимает от 10 до 30 дней, но есть категории сообщений, по которым даются ускоренные ответы. Сою молотят в Уссурийском округе. Местные аграрии с опаской ждали начала уборочной кампании. Жаркое лето грозило испортить сельхозпроизводителям все планы. Мы отправились в поля и узнали, оправдались ли прогнозы. Комбайны «Примагра» заняты делом – молотят сою. Собирать урожай в этом году – сплошное удовольствие, говорят механизаторы. Лето было жарким, дожди – редкими, поэтому поля сухие. Техника не буксует и легко справляется с задачей. Бобы тоже получились как надо, проблем с высокой влажностью нет. В этом году уборка происходит лучше, чем в том году было. И урожай лучше, чем в том году. Но как бы соя дала в этом году урожайность и сыпет неплохо. Агрономы отметили еще один плюс засухи. Соя этого года получилась с высоким содержанием протеина – основного показателя, за который идет финансовая надбавка. Такой продукт на рынке стоит дороже. Но есть и минусы жаркой погоды. Из-за сухого лета растения выросли меньше, чем обычно. При таких условиях комбайнам приходится достаточно низко опускать жадку, для того, чтобы полностью смолотить растения. Но при этом это влечет за собой технические поломки. Дело в том, что на жадке есть ножи, которые, упираясь в землю, где-то камни попадаются, они могут разлетаться. Технику приходится чаще ремонтировать. Но даже учитывая эти трудности, сельхозпроизводители придерживаются плана. Треть от всей площади своих полей компания уже убрала. В общем, по Уссурийскому округу показатель чуть ниже. По округу убрано более 4000 гектар, что составляет 23% от плана. Урожай на среднем по округу 18 сантиметров с гектара. Хороший показатель. Закончить сотрудники компании «Примагра» планируют до конца месяца. И очень надеются, что погода не подведет. В идеале успеть убрать сою до первого снега. Потом весь урожай выставят на продажу. Часть закупят у Сурийской МЖК, но основной объем уедет в Китай, Корею и Японию. Новости продолжит наша постоянная рубрика «Коммунальный ликбез». Напомню, это цикл интервью по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На этот раз поговорим о преимуществах всепогодной станции регулирования тепла. Экономия энергоресурсов в многоквартирных домах – общая задача всех собственников. Установка пластиковых окон, дверных доводчиков, датчиков движения – все это приводит к значительному снижению расходов. Расходы на отопление дома помогают сократить систему погодного регулирования. В чем именно преимущество этого оборудования? Все, говорится, в руках самих собственников. Раз сделал, вот представьте, не по нормативу, платят уже 10 лет. Еще в 2012 году должно все это было стоять. Было 261-е постановление об энергосбережении энергоэффективности. Но оно как-то так тихо сошло на нет. И люди, которые берут, например, с нас, я-то тоже с кого-то взял дешевле. И Ленина 87, говорит. О, мы 800 тысяч сэкономили, поставили. Жалковский, докладыватель. О, говорит, Кузьмич, спасибо. В том году мы поставили за этот сезон. Вот в каждом месяце он мне звонит. Сегодня на 400 рублей я меньше заплатил. Кроме этого, вот эти станции, это 30% у нас жилья не имеют приборов в учетах. 85%. Они не экономят, они только фактически показывают. Экономят именно вот эта всепогодная станция. А у нас 85%, не только у нас в Уссурийской, в целом постраде, не имеют этих всепогодных станций, которые непосредственно от экономии. Практически программа вот эта по энергосбережению не выполнена. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь. Далее в эфире. Двойной урожай. Питомники Макаревича делятся опытом с начинающими садоводами. 300 килограммов барбекю. Интересный мировой рекорд хотят поставить в Михайловке в эту субботу. Турнир памяти Бориса Войтика. Шесть хоккейных сборных края встретились на льду в Уссурийске. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Самое крупное общевойсковое объединение ВВО отметит 80-ю годовщину со дня образования. В событиях примут участие военные, ветераны, почетные гости, а также жители Уссурийска. С предстоящим праздником поздравил командующий 5-й краснознаменной общевойсковой армии Алексей Подивилов. 80 лет прошло с того дня, когда соединения и части прославленной 5-й армии вступили в неравную схватку с немецко-фашистскими захватчиками на московском направлении, где развернулись тяжелые кровопролитные бои. В этот грозный и напряженный период на базе войск Можайского боевого участка положено начало нынешнему формированию нашего объединения, которое с успехом выдержало боевой экзамен, остановив врага перед Москвой. За годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 117 генералов, офицеров, сержантов и солдат нашей армии были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 50 воинов стали полными кавалерами орденов славы, более 20 тысяч награждены орденами и медалями. Две дивизии стали гвардейскими, все части и соединения орденоносными. В такие дни, как сегодня, с гордостью и достоинством мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков образования армии, кто своей жизнью, ратным трудом создавал историю и передавал молодому поколению традиции 5-й краснознаменной общевойсковой армии. Уважаемые товарищи, в этот торжественный и радостный для нас день хочу пожелать вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, оптимизма, новых ратных, трудовых и творческих достижений в дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашего Отечества. С днем 5-й краснознаменной общевойсковой армии, днем воинского торжества, несокрушимой решительности и мужества десятков поколений. Двойной урожай винограда за сезон. Грамотному выращиванию плодовых и ягодных культур могут научить в питомнике Сергея Макаревича в Уссурийском округе. О школе садоводов и новых проектов у родителя успешного личного подсобного хозяйства узнала Марина Роман. Собрать два урожая за один сезон реально, доказывают в питомнике Сергея Макаревича. Испитание на винограднике в тепличных условиях проводят вот уже 5 лет. Исследовано более 120 видов. Из многочисленных поездок, в том числе и за рубеж, привозили сорта из Японии, Китая, Соединенных Штатов и пытались вырастить на уссурийской земле. Но все равно, основная часть коллекции – это российский виноград из Кубани и Ростовской области. Фактически уже результаты есть, потому что агротехника сорта и сорта отобраны. Но мы больше агрономы, а вот те производственники, которые будут внедрять проект, какими силами, какими трудовыми ресурсами они будут пользоваться, уже рентабельность это им считать. Но в принципе, это не наше изобретение во всем мире. То есть теплицы, два урожая – это стандартный способ работы. Секрет двойного урожая за сезон, рассказывает Сергей Макаревич, это все-таки сорт, который способен плодоносить на пасынках и на зимующих почках. Экспериментальный проект в питомнике реализуют в теплице площадью почти 300 квадратных метров. Это обыкновенное неотапливаемое строение, которое оборудовано капельным поливом. Но помимо этого, в личном подсобном хозяйстве выращивают виноград и под открытым небом. В питомнике большой виноградник, порядка 600 кустов, где произрастают не только маточные кусты, с которых мы берем материалы для размножения, но и виноград столовый, и виноград технический. Находятся вот перед вами сорта на испытании, которые мы привезли из Китая винные. Различные формировки применяются. Почему? Потому что, я же уже говорил, что питомник – это учебно-образовательная площадка, где приезжают садоводы и учатся элементам агротехники. Силами руководителя и сотрудников питомника Макаревича для школы создалось целое направление. Издание справочника и форума садоводов. Во Владивостоке появился краевой клуб виноградарей. Проводятся ежегодные экспедиции по Дальнему Востоку. Уже три года здесь обучают грамотному выращиванию плодовых и ягодных культур. Мы на эти мероприятия всегда приглашаем специалистов, ученых, преподавателей, питомников водов, кто занимается и специализируется в этих вопросах. Садоводов, опытников с многолетним стажем, которые подсказывают садоводам. Поэтому садоводы приезжают, мы их делим на группы 10, 15, 20 человек, в зависимости от темы занятия, и проводим занятия. С весны и до середины осени проводят практические семинары. В общей сложности 12 занятий. Очередное состоится 23 октября и завершится садоводческий сезон. Ведущие сотрудники питомника покажут мастер-класс по обрезке винограда. Записалось на встречу уже более 80 человек, но двери открыты для всех желающих. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. 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 Турнир в честь основателя хоккейного движения в Уссурийске Бориса Войтика прошел в нашем городе. На льду соперничали шесть команд, в составе которых юноши 12 лет. Борис Войтик – основатель хоккейного движения в Уссурийске. Ежегодно в его честь проходит осенний турнир. Хозяева льда в этот раз противостояли паре команд из Владивостока, Полюсу и Адмиралу, Граниту из Большого Камня, Чугуевскому Востоку и гостям из Хабаровска – Амуру. Местные хоккеисты из Приморья старт взяли не самый удачный. Уступили Адмиралу 3-6. Попытались реабилитироваться в игре с Востоком, но тут лидера выявить не удалось – 3-3. Первую победу Приморья записала на свой счет в матче с Полюсом – 6-3. Но в заключительный день у Сурицы не смогли обыграть Амур – 2-5. Так хозяева льда остались в шаге от пьедестала. Золото турнира уехало в Большой Камень с командой Гранит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова